Всем привет, с вами Павел Багрянцев и в этом выпуске речь пойдет о финансовой грамотности. Каждый человек об этом знает и даже может сказать, что это такое. Каждый человек считает, что он лучше знает, как обращаться со своими личными финансами, и поэтому всячески игнорирует финансовое самообразование. И сейчас вы увидите результат этого бездействия. По версии портала газета.ру в России 40 миллионов должников в состоянии обслуживать кредиты только 8 миллионов человек. Примерно 10 миллионов человек имеет по 2 кредита, а также есть те, кто имеет 3 кредита и более. Сомневаюсь, что эти люди когда-то прогнозировали себе такое будущее. Наверняка они так же, как и вы, когда-то мечтали создать большой бизнес, сформировать пассивный доход и многое другое. Пусть не все, но даже если меньшинство, допустим 1 миллион человек, то где гарантии, что на их месте не окажетесь вы? А теперь перейдем к тому, что такое финансовая грамотность. Интернет нам предлагает следующую формулировку. Финансовая грамотность – это совокупность знаний о финансовых рынках, особенностях их функционирования и регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и услугах, умении их использовать с полным осознанием последствий своих действий и готовностью принять на себя ответственность за финансовые решения. А теперь простым языком. Что входит в это понятие? Первое. Умение обращаться со своими личными финансами. Второе. Знание финансовых инструментов. Например, банковские карты, вклады, депозиты, кредиты и так далее. То есть человек должен в них ориентироваться. Третье. Брать ответственность за принятие финансовых решений. Например, если вы берете кредит и не можете его выплатить, то это ваш просчет и безграмотность, а не вина банка, который завышает процентную ставку. Можно говорить много о разновидностях финансовых инструментов, но суть этого видео подтолкнуть вас к первому шагу в вашем финансовом развитии. Итак, с чего начинается финансовая грамотность? Давайте остановимся на первом пункте. Контроль личных финансов. Чтобы вам не пришлось всю жизнь выплачивать неподъемные кредиты. Цель финансово грамотного человека, да и вообще любого человека, чтобы доход превышал расход. Соответственно, под контролем наших финансов мы подразумеваем именно это. Например, если ваш доход 50 тысяч рублей в месяц, ваша задача, чтобы ваши ежемесячные затраты не превышали данную сумму. Но здесь есть один нюанс. Жить в ноль, то есть сколько заработал, столько же и потратил, это тоже не совсем верный подход. Как вы считаете, при каком условии жить в ноль будет обозначать, что человек умело пользуется финансами? Подумайте над этим. Мое мнение, что если он до этого жил в минус, то есть он зарабатывал 50 тысяч рублей в месяц, а тратил, допустим, 60 тысяч рублей в месяц. Но тут он решил взяться за ум и начать контролировать свои финансы. И у него получилось выйти в ноль. То есть все-таки он начал применять новые знания, и они показали результат. Это уже первые шаги к финансовой грамотности, друзья. Получается, что если человек, применив определенные знания и взяв под контроль свои личные средства смог сдвинуть материальное состояние с мертвой точки, значит, можно считать, что он начал осваивать финансовую грамотность. Даже если он сейчас живет в ноль, то есть сколько заработал, столько и потратил, то продолжая усердно работать над контролем кошелька, он рано или поздно начнет тратить меньше, чем зарабатывает. И у него тогда появится возможность откладывать определенную сумму от дохода, которую можно положить в банк, инвестировать или вложить в свое небольшое дело. Как начать контролировать личные финансы? Первое. Надо понять, сколько денег вы тратите ежемесячно на различные нужды. Как правило, сколько мы зарабатываем, мы знаем точные цифры, а вот сколько тратим, знают далеко не все. Далее. Вы можете это делать в блокноте, составив для себя таблицу, записывать все ежедневные доходы и расходы. Следующее. Вы можете воспользоваться специальной программой для компьютера, вы можете найти специальное приложение для смартфона или ввести учет в таблице Excel. Если вы ведете учет в таблице или блокноте, у вас должны быть заранее прописаны основные статьи расходов. Напишите их в столбик, а каждая новая строка – это будет новый день. Так проще и быстрее будет все фиксировать. Также и с доходом. Его тоже надо учитывать и контролировать. Поэтому вторую таблицу вы можете сделать для учета доходов. Ну а если вы будете пользоваться программами или приложениями, там уже все настроено изначально. Вам останется только записывать цифры и выбирать статьи расходов и доходов. Программа сама будет все считать. Что же с этим делать дальше? По итогам месяца вы будете сверять цифры, доход и расход. Если результат вас не устроит, допустим, расход слишком велик, это повод пересмотреть ваши ежемесячные траты и куда у вас уходили деньги. Я рекомендую это делать в любом случае, так как фиксирование всех расходов иногда показывает, чего вы сами не замечали или не хотели замечать. Например, у вас слишком много денег уходит на всякую всячину, в которой на самом деле не было необходимости. Второе, о чем вы должны задуматься – как увеличить доход. Здесь уже все зависит от ваших навыков и возможностей. Может быть, у вас будет какая-то подработка, может быть, вы будете работать во вторую смену, может быть, вы откроете свое дело или будете брать какую-то работу на дом. Здесь уже кто во что гораст. Итак, думаю, несложно догадаться, что даже если вы сокращаете затраты, то вы увеличиваете разницу между доходом и расходом. То есть у вас за счет сокращения затрат остается в итоге больше денег, даже если доход не меняется. Итак, если вы вдохновились контролем своих расходов, не рекомендую впадать в крайности. Есть вещи, на которых не стоит сильно экономить, даже если на первый взгляд это не первая необходимость. Например, такие статьи затрат, как театр, спортзал или хобби, очень нужны человеку. Иначе можно просто стать рабом денег, поскольку вы их не контролируете, а они контролируют вас. В итоге все мы должны поддерживать свои интересы и развиваться разносторонне. Надеюсь, что это видео было вам интересно и полезно, несмотря на то, что все это вы и так знали. Лучшая благодарность, если вы поделитесь этим видео с друзьями, а также нажмете «Мне нравится». Если это видео наберет полторы тысячи лайков, я запишу следующий выпуск на тему финансов. С вами был Павел Багрянцев. Всем пока и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»